Сегодня вечером, когда балаковцы возвращались с работы и услуга такси была очень востребована, четыре десятка водителей не принимали заявки. Они собрались в одном месте, чтобы обсудить, как им быть дальше, смириться с низкими тарифами или разрушить навязанную диспетчерами акцию милосердия за чужой счет. Собственно, забастовку некоторые активные водители такси Максим объявили с утра и не вышли на работу. Вечером же к ним присоединились другие коллеги. Суть их проблемы проста. Руководство диспетчерской службы такси Максим снизило тарифы настолько, что работать просто невыгодно. Самим водителям остается 10-15 рублей с поездки. Для того, чтобы заработать тысячу в день, нужно откатать 10 часов. Тех, кто не согласен, просто увольняют без предупреждения. Вот как об этом рассказывают сами водители. После Нового года, что он поднимет расценки обычные, ну естественно, этого ничего не произошло. И поэтому мы начали в сетях писать, кто с этим согласен. Может кто-то альтруиста, может эра милосердия наступила. Может мы вообще это будем бесплатно людей возить. Уже были предложения. Ребята, давайте зарабатывать в других местах, там на стройке или где-то. А здесь будем бензин свой прокатывать. А Максим, получилось, они залезли ко мне, ко всем водителям в карман залезли, вынули именно чистую мою, что я должен был в карман положить и отнести детям. И убавили именно вот на эту. Они не убавили комиссию свою, ни на сколько. Но сделали бы тогда комиссию 5%. Как вот, ну, по-честному. Если вы боретесь, если вы боретесь с конкурентами, ну это же не только за наш счет тогда должно быть. Вначале он нам сказал, да, ребята, ну давайте потерпим. Вот в ноябре мы, когда к нему ездили, к Ване, к хозяину, он сказал, ребята, потерпите. Потерпите, мы цены обязательно поднимем. А сейчас он сказал, пока есть люди, которые водят по 40 рублей, по 45 рублей, они так расценки и поднимут. Мне проще, он в ответ сказал, мне проще уволить вас, 10 человек, которые бунтуются, и все будет нормально. Люди будут ездить за столько, за сколько, я скажу. Вот, вот, людей надо оповещать просто. Средства массовой информации нам в этом помогут, я надеюсь. Люди боятся сейчас приезжать, потому что нас много людей уволили сразу, чтобы не было вот этого вот всего. Ну, что, мы, наверное, на достигнутом не будем останавливаться. Мы будем стараться, чтобы нас восстановили права. Мы будем в трудовую инспекцию, в прокуратуру будем обращаться. То, что они говорят, что мы не работали, ну, мы докажем, что мы работали у них. Наверное, будем как-то дальше идти. Продолжение следует...